Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 11.9.3. Как всегда скачиваем пакет трейсер из учебника в Netacad. Он загрузился, открываем его. Если у вас тут появляется окно входа, входите под своим логином и паролем из Netacad. Сейчас оно загрузится и мы приступим. Итак, первым делом user profile, вводим имя, фамилию, почту и группу. Ок, подтверждаем. Вот у нас обновилось задание и мы приступаем к выполнению. Так, что нам тут нужно сделать? Нам нужно создать вот такие вот сети. Нам нужно, получается, тут написано 4, но еще нам нужна одна, то есть всего 5 подсетей с вот такими вот необходимыми хостами. И давайте приступим. Смотрим сюда и я их уже вот заготовил. Что у нас тут есть? Так, у нас есть сеть между двумя роутерами. Тут нужно всего два хоста. Ну и вот оставшиеся сети я их уже переписал. Названия могут отличаться, так как в этом задании много разных вариантов. Так что на название вы не обращайте внимание. Смотрите на эти адреса и на сети. Итак, как мы это создавали? Самое важное. Так, у меня закрылась книга. Итак, что нам нужно было делать? Вы помните нашу таблицу, в которой у нас были слэши разные, то есть слэш 24, 25, 26, 27, 28. Вот по ней мы смотрели какие подходящие и такую сеть просто брали и как мы распределяли их. Вот здесь вот все написано. First subnet the largest plant, то есть первая к самой большой. Вот самая первая 72.0 до, получается, так, секунду. В общем, вот такая маска под сети для первой этой. Как мы эту маску нашли? Мы просто посмотрели, что нам нужно больше шести, ну больше 58 хостов в этой сети. Посмотрели ту таблицу, это у нас получилась вот такая маска под сети. Если я правильно помню, это слэш 26 у нас. Так, и вот таким же абсолютно образом мы сделали остальные. То есть мы смотрим, сколько у нас хостов в этой сети и к IP-адресу добавляем нужное количество. Ну и понятное дело минус 2, потому что отнимаются широковещательный и адрес сети. Но вот таким вот образом мы поступили. То есть мы смотрим, сколько у нас маски под сети хостов и к IP-адресу добавляем эти хосты. Например, тут вот я сколько получается добавил? Я добавил 64, потому что у нас 64 хоста. А тут я добавил 32, потому что у нас вот в этих сетях по 32. И тут 32 добавил. И вот такие вот результаты у нас вышли. Как видите, все очень просто. Ну и тут же у нас первоиспользуемый и последний используемый для простоты. И вот у нас уже готовая топология полностью. Как мы их распределяли? Опять-таки все очень просто по вот этим вот зданиям. Первое к самой большой. Мы смотрим, какая вот тут вот написана. Вот по хостам. Самая большая это вот это вот. Значит, первое у нас сюда. Это у нас получается Remote Site 2. Смотрим. Так. Вот это вот самая большая 58. Это у нас вот это вот. Это вот. Сейчас. Нужно просто осознать, как они... Смотрите. У нас вроде идет 1, 2, 3, 4. Вот так вот. Если я правильно помню. Ну, в общем, можно по маске под сети смотреть, как я их распределял. Вот. Ну и надеюсь, понятно тут все. То есть можете просто поставить на паузу, изучить, как соотносятся они. И они соотносятся просто по вот этим вот условиям, которые нам даны. Просто чтобы зачиталось здание, нужно все правильно соотнести. Хорошо. Это все просто. Давайте приступать к настройке. Она еще проще. Итак, что мы делаем? Мы открываем первый роутер. Branch 1. Enable. Configure. Terminal. Интерфейс G00. Нам нужно тут не все настраивать, к счастью. А давайте посмотрим, что нам нужно. Нам нужно строить... Так. Branch 1. Room 312. И pkd. Вот эти вот нам нужно настроить. Из вот этой вот таблицы, которую мы создали. Хорошо. Давайте настраивать. Branch 1. Смотрим. Интерфейс G00. Я зашел. Давайте закреплю сверху. Так. Это у нас branch 1. Это все равно, что remote site 1. Секунду. Так. Копируем. Вот отсюда. Вставляем. Ой, стоп. Я написал IP-адрес. IP-адрес. Все. Вставляем IP-адрес и маску под сети. Для него. Для G00. paste. Все. Вот. Notion. Down, чтобы включить интерфейс. Готово. Теперь интерфейс G01. IP-адрес. Копируем IP-адрес. Paste. И маска под сети копираем. Paste. Все. Второй мы настроили. Notion. Down. Теперь интерфейс S3.0. IP-адрес. Копируем. Вставляем. И маска под сети вставляем. Все. Готово. И включаем его же. Все. Мы все полностью настроили. Можно нажать кнопочку fast forward. Оно все сошлось. И получается мы тут все правильно настроили. Потом. Это мы настроили branch 1. Давайте поверим check results. Все ли мы там правильно настроили. Assessment items. И да. Вот тут вот мы все полностью правильно настроили. Кстати. Не нужно было серийный порт настраивать. Но это по сути не играет роли. Я просто уже забыл где что нужно настраивать. Нам осталось настроить room 312 и pkd. Смотрим. Room 312. Открываем его. Закрепляем сверху. Enable. Configure terminal. Интерфейс G.0.0. А ну да. У нас же нет. Это же switch. Интерфейс у нас тут VLAN 1. Virtual LAN. Так. Это можно закрыть. Так. Мы настраиваем room 312. Видим у нас тут идет 1, 2, 3, 4. То есть 114, 279. Но по первой цифре можно ориентироваться. Это у нас третий switch получается. Потому что с трехсот и начинается. Так. IP address. Вставляем IP address. И вставляем маску под сети. Вот. И Notion Done. Включаем интерфейс. Так. Теперь давайте выйдем. И IP default getaway настроим. Switch 3. Вот он наш IP default getaway нужный. Paste. Видите, если заготовить заранее таблицу, все очень просто делается. Все. Room мы настроили. Осталось только... Опять-таки нажать check result, чтобы проверить на всякий случай. Вот. Да. Мы настроили. Осталось pkd настроить. Четвертый pk. Можно свернуть. Так. pkd. IP configuration. Закреплю сверху. И alt-a-boise на Excel. Так. Смотрим. User 4. Это у нас, то есть, последний pk. pk 4. Тут, надеюсь, понятно. Копируем. Вставляем. Копируем. Вставляем. Так. Вставляем. И тут копируем. И вставляем. Все. Закрываем. И смотрим. Выполнили ли у нас все. Да. 100%. Можно нажать check result. Smooth items. Вот. Тут все настроено. Я очень надеюсь, что вы сами разберетесь, как эти сети разделять. Потому что в этом вообще ничего сложного нет. Нужно просто посинеть, подумать и поразделять самому все. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok